Девушки отдыхают Здравствуйте! Меня зовут Зинаида Крылова. В литературной рубрике мы говорим о книгах, которые стоят внимания. Как вы думаете, сколько лет вот этой книге? Далеко не каждый предположит, что ей ни много ни мало 111 лет. Да-да, 111. В 1913 году она была написана. И с тех пор регулярно переиздается, и раскупается с полок книжных магазинов, и читается, и вообще. И в Советском Союзе, да, и не только. Эта книга была и остается самой, я подчеркиваю, известной научно-популярной книгой по физике. И если фактический материал этой книги местами устарел, ну, ход времени, то ее основное содержание остается актуальным всегда, ведь она поясняет фундаментальные физические законы. Послушайте. Вот задача из физики обыденной жизни. Женщины утверждают, что вуаль греет, что без нее лицо зябнет. При взгляде на легкую вуаль, нередко с довольно крупными ячейками, мужчины не склонны верить этому утверждению, и думают, что согревающее действие вуали – игра воображения. Однако, если вы вспомните сказанное выше, то отнесетесь к этому утверждению более доверчиво. Как бы крупны ни были ячейки вуалей, воздух через такую ткань проходит все же с некоторым замедлением. Тот слой воздуха, который непосредственно прилегает к лицу и, нагревшись, служит теплой воздушной маской, слой этот, удерживаемый вуалью, не так быстро раздувается ветром, как при отсутствии ее. Поэтому нет основания не верить женщинам, что при небольшом морозе и слабом ветре лицо во время ходьбы зябнет вуали меньше, чем без нее. И еще одно. Можно ли поднять человека на семи пальцах? Кто никогда не пробовал делать этого опыта, тот, наверное, скажет, что поднять взрослого человека на пальцах вообще, в принципе, невозможно. Между тем, это исполняется очень легко и просто. В опыте должно участвовать пять человек. Двое подсовывают свои указательные пальцы обеих рук под ступни поднимаемого. Двое других подпирает указательными пальцами правой руки его локти. Наконец, пятый подкладывает свой указательный палец под подбородок поднимаемого. Затем по команде раз-два-три все пятеро дружно поднимают своего товарища без заметного напряжения. И вы знаете, что это работает? Правда, мы с друзьями проверяли. Ну и еще одно. Те, кто убежден, что зеркало можно видеть, ошибаются. Хорошее чистое зеркало невидимо. Все это цитаты из книги «Занимательная физика» Якова Исидоровича Перельмана. Яков Перельман – советский ученый, основоположник жанра научно-популярная литература. Автор – понятие научно-фантастическое. Да-да, это словосочетание именно Перельман придумал. Кстати, наш земляк, он появился на свет в уездном городке Белосток, Гродненской тогда губернии. Но Яков Перельман всю жизнь посвятил науке. Например, в 1916 году, работая в Петроградском особом совещании по топливу, именно Перельман внес предложение в целях экономии топлива перевести часы на час вперед, а потом обратно. Да-да, он первым в СССР сделал это. Ну, помните знаменитый переход на зимнее и на летнее время? А еще Яков Перельман никогда не считал себя писателем, хотя все его книги издавались, ну, просто таки гигантскими тиражами, которым мог позавидовать любой маститый литератор. Все произведения его авторства переиздавались на минуточку несколько сотен раз и были переведены на многие языки. Само собой, на все языки СССР, а также на немецкий, французский, японский, польский, испанский, болгарский, венгерский и многие другие. В 1942 году в блокадном Ленинграде Яков Перельман умер от голода. Занимательная физика была первенцем в многочисленном книжном семействе Якова Перельмана. Под этой обложкой парадоксы, головоломки, загадки, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики. Вот тут переведены отрывки из романов и рассказов Жюля Верна, Герберта Уэллса, Марка Твена, эдакие, знаете, живые иллюстрации. Плюс рисунков и схем простых и очень наглядных здесь очень много. Разбираются распространенные предрассудки. Например, воду в решете носить можно, да-да-да-да, и поймать пулю руками тоже можно. А железная дорога зимой и летом такие разной длины. И все это так легко написано, правда, так живо, так занимательно. Каждому человеку, который окончил просто среднюю школу, поверьте, язык изложения будет понятен и доступен. Я прямо рекомендую почитать ее всем, кто еще учится, поверьте. С легкой руки Якова Исидоровича Перельмана физика станет одним из ваших любимых предметов в школе. Кстати, писалась эта книга 25 лет. Отсюда многочисленные изменения и дополнения в тексте. А зачем ее читать? Прекрасно, сказал Владимир Ильич Ленин. Да-да, тот самый Ленин. Послушайте. Популярный писатель подводит читателя к глубокой мысли, исходя из самых простых и общеизвестных данных, указывая при помощи несложных рассуждений или удачно выбранных примеров главные выводы из этих данных, наталкивая думающего читателя на дальнейшие вопросы. Помогают ему работать головой и учат идти дальше самостоятельно. Занимательная физика Яков Перельман. Вот эта книга на все времена. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok